Робот будет выбивать долги за коммуналку. Чтобы решить эту проблему, в Алматы придумали уникальный способ. Потребители, которые не оплачивают своевременно, решили отключать от услуг, но так, чтобы это не коснулось соседей. Другого выхода коммунальные службы не видят. Почти 300 миллионов тенге задолжали алматинцы за холодную воду и канализацию. Айбан Ванарбаева узнала, как работает технология по блокировке услуг для должников. Хозяева одной из квартир этого пятиэтажного дома уже больше года не платят за холодную воду и канализацию. Их долг перед коммунальным предприятием за это время составил около 35 тысяч тенге. Как выяснилось, сами владельцы здесь давно не живут, а квартиросъемщики незваных гостей даже на порог не пустили. Хорошо, передайте, пожалуйста, хозяям, что у них имеется дебюторская задолженность по холодной воде и канализации. Не оплачивается в апреле месяце 2013 года. Достучаться до должников не получалось и прежде. Не раз были отправлены уведомления с требованием оплатить за коммунальные услуги. Но деньги на счета предприятий, предоставляющие услуги, не поступили. Пришло время принимать кардинальные меры. С помощью оборудования, в которое вмонтирована видеокамера, без труда определили канализационный стояк квартиры неплательщика и заглушили его. К тому же отключили холодную воду. Весь процесс занимает не более 15 минут. В день в среднем отключаем до 15 должников. Отключение производится только после оплаты всей суммы. Самостоятельно, при всем желании, нерадивый житель нашего города восстановить канализацию не сможет. Таким образом, за несколько часов лишились доступа к канализации и водоснабжения жители 12 квартир Бостондыкского района. Такой метод поставщиками признан самым эффективным, так как люди, которые не оплачивали годами, свои долги стараются покрыть в самые короткие сроки. Тем более, оборудование, приобретенное коммунальщиками три года назад, позволяет отключать от благ цивилизации только квартиру или офис должника без ущерба для их соседей. Раньше не было возможности технической отключить отдельную квартиру. И, соответственно, у жителей было такое понимание, что не заплачу я, что мне сделают без канализации, либо без воды не оставят целый дом. За прошлый год специалисты отключили от водоснабжения 1653 должника. В этом году на 10 абонентов больше. Способ оказался действенным. Почти 80% из них в течение трех дней оплатили все долги. В настоящее время дебиторская задолженность потребителей за холодную воду и канализацию составляет 265 миллионов тенге.